Поехали, да? Раз, два, три. Всем привет! В предыдущих частях мы с вами познакомились с основными цехами Абаканской теплоэлектростанции, котельной и турбинными цехами. Если же вы не познакомились с этими цехами, то возвращайтесь к предыдущим роликам и посмотрите все сначала. Сегодня нам сказали, что мы направляемся на химический цех Абаканской теплоэлектростанции. Хим-цех. Зачем он им нужен? Что они там химичат? Давайте же узнаем. Мы понятия не имеем, что там произойдет, но давайте же узнаем. Поехали. Так, всем привет. Мы находимся, смотрите где, на Абаканской ТЭТ. Сегодня мы должны пойти в хим-цех. Что мы будем делать в хим-цехе? Ну не знаю, мы должны проверить несколько вопросов. Первое, мы должны проверить вредность производства, потому что все-таки химический цех. Мы должны посмотреть, что едят, как рабочие. Метод восстановления здоровья рабочие. И не ходит в клуб, что восполняют все это дело пивом. Абаканским. Поэтому мы сегодня залезем внутрь производства и проверим. И узнаем, как все это работает изнутри. Василий по любой дергает Абаканским. Итак, мы оказались в самом сердце хим-цеха. Мы находимся... Мы находимся на щите или в бы щите? Нет, мы находимся в щитовой. Пошли познакомимся здесь с местными работниками. Пойдем. За что отвечают эти щитовые? Нам бы интересно знать. Процессы обработки воды. Для подачи вот этой воды уже в главные цеха, в турбинный, в котельный цех, где уже происходит выработка пара и электрической энергии. Мы находимся в предочистке. То есть бред, понятно, куда заходит вся вода. Само направление цеха, это очистка воды от примесей для восполнения потерь. Идет два направления. Это сырая вода для подпитки котлов и сырая вода для подпитки теплосети. Трубопроводы входные у нас идут по сырой воде. И вот пошли у нас на подпитку теплосети через цех, через умягчение. Проходит потом декарбонизация, удаление газов. Из воды. Да, из воды. Ну, а на подпитку котлов там более сложный процесс. Как часто меняются вот эти вот, так называемый сахар? Так называемый сахар? Ну, довольно редко, дорогостоящий материал. Условия эксплуатации позволяют выдерживать. В данном случае более 30 лет, то есть есть условия, позволили работать на смоле, которая была загружена еще в 82-м году. Получается, подведено для тех, кто запутался. Вода пришла, вот это с химических, прошла мягко вот эти вначале. Механические фильтры, потом на цепочечке пошла, и уже ионная обработка идет, да. Ага. То есть получается, в итоге три этапа очистки, правильно? После ионной обработки вода у нас дальше направляется. Тоже ионная, но третья ступень – это глубокое умягчение. Это сводом нового блока. Вот мы установили два ФСД. После трех ступеней обработки вода попадает в эти баки. Каждый из которых тысяча кубов. Да. Вот, и после этого она уходит в диораторе. Где она еще также происходит, какой-то последний процесс обработки? Нет, уже в принципе, да. То есть вам диоратор, естественно, обработка, удаление газа, в том числе этого, кислорода. Два остаточные, которые там остались в обеспечении воде. И это является, наверное, последним этапом, да? То, что у него... Да, уже дальше идет писательными насосами, на котлы. Она уже восполняет потери. То, что умылись в городе. То, что выпил их кто-то, может, выпил эту водичку. Это по теплосети восполнили потери. Это ориентировочно 600 тонн в час. Среднегодовой расход это по теплосети. А по нашей технологии, это среднегодовой, 100 тонн в час. Бык 300 килограмм. В одной тонне 3 быка в среднем. Значит, 600 умножаем на 3. Сколько получается? 1800. Да, это более чем 1800 быков в час. Вот такой колоссальный объем воды люди тратят на себя в час. В быках. Да, в быках. Алисия, верните, что мы устали. Пойдемте чай. Да, дай сипать. Кажется. Этот цех не менее важен. Это кровь станции, то есть вот эти самые воды, по которым мы тут побегали, посмотрели. Если, как говорите, остановить одну из них, вы думаете, просто-напросто не будет снабжаться кровью организм весь. У нас, короче, есть возможность, мы можем в камеру попросить всех людей на один день не пользоваться водой, душем, но чтобы вы могли все отдохнуть один день. Просто сейчас просим, пожалуйста, абаканцы, не используйте воду целый день. Даже когда... Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на видеоканал. Ее, бро! Здесь есть все. Идеальное, идеальное, идеальное место, чтобы жить. Здесь есть даже душ. Здесь есть, здесь есть девушки. Здесь есть душ. И здесь есть... Алло, это круто. Тут лучше, чем нас едет. Да, мы здесь и станем. Тут лучше, чем нас едет. Абаканы. Абаканы.